друзья всем привет сегодня я хочу с вами поговорить о фидбэк или обратной связи на концерте или еще можно сказать как настраивать монитор на саундчеке в общем как угодно сразу хочу сказать что некоторые варианты это не решение проблемы на корню а какой вариант минимизировать процент возбуждения микрофона от монитора первое это на что вы можете обратить или даже не на что обратить внимание от должны знать это какой микрофон вы используете то есть знать его характеристику и диаграмму направленности хотя бы самый распространенный микрофон из диаграммы направленности это кардиоидная супер кардиоидная и гипер кардиоидная еще есть всенаправленная и восьмерочка но их как правило на живых выступлениях не используют, а используют в студии. Теперь, к примеру, вы знаете свой микрофон или микрофон, который будет использовать артист и знаете диаграмму направленности. Когда используется микрофон с кардионной диаграммой направленности, то монитор лучше расположить так, чтобы он был прямо напротив артиста. То есть видите, что у нашего микрофона с такой диаграммой направленности задняя его зона почти глухая, то есть он практически интепляет звуки, которые у него находится сзади. Но в то же время он хорошо снимает звуки и по сторонам. То есть лучше поставить мой монитор так, как на картинке. И это даст вам некий процент тому, что вы избежите фидбэка. Далее, если, к примеру, у нас микрофон с супер кардионной диаграммой направленности, то ваши мониторы стоит расположить по бокам. Ну как по бокам, не прям слева и справа, а вот таким образом, как на картинке. Я вам уже показываю и ту, и ту диаграмму направленности, чтобы вы могли видеть различия. То есть видите, да, что у него диапазон захвата сигнала меньше по бокам, но и сзади он цепляет звуки больше, чем кардиоидный. Поэтому лучше будет, если вы поставите мониторы таким образом. И это даст вам также некий процент на то, что у вас не будет проблем с фидбэком. Теперь, если у нас микрофон с диаграммой направленности гипер кардиоидный. Тут вы видите, что у него диапазон захвата сигнала по сторонам еще меньше, но и сзади он цепляет больше по сравнению с предыдущими микрофонами. Поэтому мониторы можно поставить теперь уж совсем по сторонам. Еще немаловажным вариантом избежания фидбэка – это хорошие мониторы. Не буду рассказывать уже про производителей и так далее, но могу сказать, что на сегодняшний день осталось очень мало плохих мониторов, и производители выпускают более-менее хорошие мониторы. Но, как вариант, перед выступлением, если вы, как приезжий, можете узнать у местного звукорежиссера, какие стоят мониторы, если вы выступаете на местном аппарате. И у вас, скажем так, не райдерный артист. Следующим шагом – это классический, практический вариант. Это, собственно говоря, прочекать сами мониторы. То есть, если на вашем пульте есть приложение «рулилка на планшет» или у вас вообще рэковый пульт, то можете подойти к мониторам. Собственно говоря, начните говорить микрофон. Можно широко открыть рот близкого микрофона. Ну, не так уж прямо можно делать. Или закрыть решетку руками, то есть, диаграмму закрыть руками, чтобы микрофон как-то начал заводиться. В общем, у каждого свои варианты, но нужно сделать все возможное, чтобы его завести. И с помощью анализактора спектра найти эту частоту и вырезать ее. Можно еще поднять гейн на канале с вокалом до тех пор, пока он не начнет заводиться. Также вырежете эту частоту и тем самым сделаете себе хедрум. В общем, понимаете, о чем я, да, и так далее. Если все же артисту мало голоса в мониторе и вы видите, что делая его больше в мониторах, он заводится, не нужно делать его громче. Просто сделайте весь остальной микс, набранный в его монитор, тише. И в следующий раз предложите ему в одно ухо вставить берушу. Вы попробуйте сами. Вставив в ваше ухо или в ухо вокалистов палец, да, свой голос станете слышать намного четче, поверьте. Поэтому это тоже работает, это проверено. Далее еще играет важную роль хорошо подобранный микрофон для самого артиста. В том плане, что не каждый микрофон подойдет. Даже выступая в тот же Neumann KMS 105, не факт, что он будет звучать. Тут уже нужно перебирать и служить. И, конечно, вообще в идеале возить с собой какой-нибудь хороший преамп. Не скажу, что это влияет на то, что у вас уменьшится вариант фидбэка, но хороший преамп на вокале это точно будет не лишним. И старайтесь работать с динамическими микрофонами, если у вас не получается настроить конденсаторный. Ну и последнее это ушной мониторинг. Наши нейры. Тут главное тоже иметь хорошие нейры. В идеале слепки на заказ. Если вокалист, кстати, любит достать одно ухо, то не забудьте перевести панораму в то ухо, которое он не достал. Иначе ухо, которое будет висеть, оно будет также цеплять микрофон и, как следствие, будет фидбэк. И вообще песня это когда у нас мониторный пульт. То есть есть еще один звукорежиссер, который сидит за мониторным пультом и вы не отвлекаетесь на мониторный микс артистам. В общем, друзья, вот такая информация. Надеюсь, она была полезной для вас. И повторюсь еще раз, что эти советы не решают проблемы на корню, так как ну всякое бывает. И нужно все решать по месту и использовать все возможные техники в работе. Тем не менее, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Всем удачи и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова